Сегодня Афины должны перечислить 1,6 миллиарда евро по долгу МВФ, однако деньги переведены не будут. Страна готовится к национальному референдуму по вопросу принятия программы тройки кредиторов. Накануне в центре Афин собрались тысячи людей, протестуя против предложенного им режима жесткой экономии. Власти Греции грозят подать в суд на Институту Евросоюза, чтобы блокировать выход страны из еврозоны и остановить уничтожение своей банковской системы. Все подробности у Алексея Платонова. Массовые манифестации в Афинах не прекращаются. Минувшим вечером у здания парламента собралось около 20 тысяч человек. По мере того, как приближается дата референдума, в Греции все громче звучит решительное «нет» условиям международных кредиторов. Наше общее мнение. Мы должны громко и четко сказать «нет» всем этим мерам, которые Европа предлагает Греции. Потому что таким образом они хотят сделать нас карманной страной. Для меня это война, и мы должны сопротивляться и бороться против осады, в которой оказались. То, что это война, по сути подтвердил и премьер Алексис Ципрос. Его интервью транслировало греческое телевидение. Сегодня страна должна выплатить Международному валютному фонду миллиард шестьсот миллионов евро. При этом в Брюсселе заявляют, не выплата долга будет означать дефолт, а отрицательное голосование на референдуме – выход из еврозоны. Ципрос с такой постановкой вопроса категорически не согласен. Я думаю, что их план состоит не в том, чтобы изгнать Грецию из еврозоны, а в том, чтобы показать, что самостоятельной политике какой-либо из стран в Европе быть не может. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал Греции последнее предложение в связи с окончанием. Сегодня срока действия второй кредитной программы. От имени Тройки, ЕС, Европейский банк и Международный валютный фонд он направил письмо премьер-министру Греции. Но Ципрос отверг документ, который является, по сути, лишь смягченной версией мер по оздоровлению экономики страны. Афины считают, что кредиторы базируют большую часть своих предложений на катастрофических и уже давно провалившихся мерах жесткой экономии, которые и привели Грецию в нынешнее состояние. Решение будет принято греками. Если они захотят возобновить меры жесткой экономии, которые больше никогда не дадут нам поднять головы, заставят тысячи молодых людей уехать за границу, дадут толчок к росту безработицы в обмен на новые кредиты, то это их выбор. Мы будем уважать его, но не будем теми, кто будет его исполнять. В то же время, если мы хотим достойного будущего для нашей страны, тогда мы должны действовать сообща. Все в руках граждан Греции. Глава МВФ Кристин Лагард уже заявила, что референдум в любом случае не будет иметь юридической силы, а Брюссель запустил массированную пропагандистскую кампанию, направленную на изменение позиции граждан Греции. Каждое правительство имеет право провести референдум, поэтому мы уважаем греческое решение. Но при этом должно быть предельно ясно. Если кто-то считает, что у правительства Греции будут сильные аргументы на переговорах с кредиторами после отрицательного голосования, то он ошибается. С таким результатом референдума переговоры будут еще более сложными. Очевидно, что в сложившейся ситуации еврочиновникам приходится действовать методом кнута и пряника. Они понимают, Афины нужно поставить на место. Но слишком жесткие заявления могут дать побочный эффект в стране, где общественное мнение уже сформировано и полностью поддерживает действия властей. Все эти годы мы говорили да. Теперь пришло время сказать нет, чтобы все смогли увидеть, как изменился мир. Нужно сказать решительное нет. Мы не намерены принимать абсурдные требования кредиторов. Тем временем власти Греции не исключают подачи иска в Европейский суд против институтов Евросоюза. Как заявил глава Минфина Янис Варуфакис, правительство намерено потребовать забрета исключения страны из еврозоны, не допустить уничтожения банковской системы. Алексей Платонов, ТВ-центр. С новой силой разгорается громкий международный скандал в Париже, связанный с американскими спецслужбами. На этот раз данные касаются экономического шпионажа. Французская газета «Либерасьон» совместно с Вики Лейкс опубликовали свежие материалы о тайной слежке НБ за французскими политиками и бизнесменами. И все это на волне недавних разоблачений с прослушкой президентов Пятой Республики. О развитии скандала Кирилл Парменов. Громкие обвинения прозвучали со страниц «Авторитетный Либерасьон» и интернет-портала «Медиапар». С автором статей указан Джулиан Ассанж, верный знак грядущей сенсации. И действительно, выводы звучат ошеломляюще. Никогда еще доказательства массового экономического шпионажа во Франции, организованного самой верхушкой американского государства, не были представлены настолько явным образом. Под прикрытием борьбы с терроризмом, Агентство национальной безопасности превратилось в боевое подразделение США в экономической войне. Войне, которую Франция полностью проиграла. Выводы опираются на аналитические доклады АНБ. Это подразделение электронной разведки Пентагона. То самое, что с 2013 года постоянно фигурирует в череде международных скандалов. По прослушке германского канцлера Меркель и лидеров Большой Двадцатки, ведущих политиков и бизнесменов Старого и Нового Света. На прошлой неделе волна разоблачений добралась до Франции. Викиликс опубликовала доказательства слежки со стороны американских спецслужб за тремя последними президентами республики. Оправдываться пришлось американскому послу, госсекретарю Джону Керри и даже президенту Обаме, которому в Париже тут же поверили. Я полагаю, что если бы что-то подобное произошло, это всерьез подорвало бы наше сотрудничество. Но президент Обама во время телефонного разговора заверил меня, что президент Франции не является и не являлся мишенью для американских спецслужб. Другое дело французская экономика. Обнародованные документы говорят о постоянном мониторинге американской разведки деятельностью крупнейших компаний. Больше всего США интересуют международные контракты стоимостью выше 200 миллионов долларов. А также, что происходит в стратегических отраслях, атомной энергетике, нефтегазовой сфере информационных и биотехнологиях. Постоянная слежка велась за предыдущим министром экономики и финансов. Пьер Московиси не скрывает эмоций. Если АНБ меня действительно прослушивало, я глубоко шокирован и прошу объяснения у американских властей. Это неприемлемо для союзников и друзей. Впрочем, слежка — это одно, бизнес и политика — другое. Скандал с прослушиванием телефонных разговоров Ангелы Меркель так и не привел к заметному охлаждению между Берлином и Вашингтоном. Да и бразильский президент Дилма Руссеф, пленивший США за незаконные вмешательства на Генассамблее ООН, накануне мило общалась в Вашингтоне с президентом Обамой. Кирилл Парменов, Алексей Панин, ТВ-Центр. Сегодня ровно год, как под обстрелом украинских военных в Донбассе погиб наш коллега, оператор Первого канала Анатолий Клян. В этот день съемочная группа направлялась в одну из воинских частей в районе Донецка. Журналистов пригласили матери украинских солдат-срочников, которые решили забрать своих сыновей домой. Силовики открыли огонь по автобусу, где находились безоружные люди. Анатолий Клян получил тяжелое ранение, но до последнего момента не выпускал камеру из рук. Это была далеко не первая его поездка в горячую точку. Анатолий Клян проработал на телевидении 40 лет и погиб, выполняя профессиональный долг. По данным ООН, Украина остается одним из самых опасных в мире мест для работы журналистов. Новые обстрелы, новые жертвы в Донбассе, в Горловке. В результате разрыва снаряда погиб мужчина. Данные о других жертвах и разрушениях сейчас уточняются. Артиллерия била пожилым массивом на западе города. Очевидцы подтверждают, что стреляли со стороны Майорска, который контролирует армию Украины. Под минометными обстрелами вновь оказался Донецк. Прямые попадания по жилым кварталам зафиксированы в Петровском районе. В Луганской области в результате удара в артиллерии обеспечен Первомайск. Около 40 тысяч человек остается без электроснабжения. За минувшие сотки силовики нарушали режим прекращения огня не менее 20 раз. В Киеве люди вновь пикетируют Верховную Раду. С утра там проходят сразу два митинга. Их участники требуют от государства гарантировать защиту частных банковских вкладов. Парламентарии должны в ближайшее время рассмотреть законопроект, в котором прописана процедура закрытия неплатежеспособных банков. Еще одно требование митингующих, которые приехали из разных регионов страны, не принимать обсуждаемую в парламенте поправки в налоговый кодекс и защитить агропромышленный комплекс. В зале Верховной Рады сегодня тоже неспокойно. Депутаты радикальной партии отказались голосовать за изменения в Конституцию, которые закрепляют особый статус Донбасса. Несмотря на то, что это одно из основных условий Минских соглашений. Трехсторонняя встреча по газу сегодня пройдет в австрийской столице. На ней соберутся министры энергетики России и Украины, а также представители Еврокомиссии по энергетическому союзу. Главным образом речь пойдет об объемах топлива, необходимых для обеспечения транзита в Европу. Закачка его в подземные хранилища должна быть выполнена к началу топительного сезона. При этом прежнюю скидку для Украины Россия не сохранила. Как сообщил накануне Дмитрий Медведев, новая цена за тысячу кубометров теперь составляет 247 долларов. То есть останется на уровне среднем для соседних стран. Финансовую помощь Киеву при покупке газа может оказать Евросоюз. Эта тема сегодня тоже вынесена на обсуждение. В Госдуме сегодня рассмотрят в основном втором чтении поправки в закон об информации. Этот широко обсуждаемый документ еще называют правом на забвение. Депутаты хотят обязать поисковые системы в интернете, скрываясь по требованию граждан, все неактуальные или неточные данные о них. После первого чтения законопроект вызвал много критики. Интернет-компании предложили свои поправки, которые частично были приняты. И сегодня на охотном ряду активно обсуждалась другая инициатива Совета Федерации о создании так называемого патриотического стоп-листа. В него планируют включить около 20 иностранных организаций, а их деятельность в России тщательно проверит генпрокуратура. Создать такой вот патриотический стоп-лист и туда включить наиболее агрессивные международные организации. Как их определить? Связаны с Госдепом, связаны с какими-то государственными структурами США. Первый признак, это самые агрессивные. Они устраивают все оранжевые революции. Влезают в основном в образование, в школы, в ум. Занимаются тем, чтобы влезть в умы в основном молодого поколения. Двое боевиков ликвидированы в ходе спецоперации в Нальчике. Участников незаконного формирования заблокировали в одной из квартир пятиэтажного дома. Они оказали вооруженное сопротивление оперативникам и были уничтожены ответным огнем. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, личности бандитов установлены. Известно, что они причастны к ряду тяжких преступлений, в том числе покушениям на сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Режим контртеррористической операции, который был введен в некоторых районах города, снят. Этой ночью в центре Москвы тушили крупные пожары в консерватории имени Чайковского. Огонь вспыхнул на втором этаже исторического здания и быстро распространился по деревянным перекрытиям. Пожары присвоили второй уровень опасности. Ведь за стеной, где полыхал огонь, расположена уникальная нотная библиотека. Сейчас спасатели приступили к разбору и проливке перекрытий. Ущерб еще предстоит оценить. Первые версии случившегося у Елизаветы Родиной. Начало первого уже стихли звуки скрипки, виолончели и фортепиано. Разошлись участники международного конкурса имени Чайковского, который проходит в консерватории в эти дни, и благодарные слушатели. Впрочем, последним домой не хотелось. Решили обсудить концерт в кафе напротив. Я сидела лицом консерватории и видела, нигде света не было. В единственном окне горел свет. И постоянно видно было, что там ходят какие-то люди. Вот ощущение, что двое-трое. В какой-то момент почувствовали запах гари. В этот момент сразу же вспыхивает окно. В воздух поднялся столб густого черного дыма. Пламя охватило площадь в 70 квадратных метров. Первые расчеты прибыли на место через 7 минут после того, как сигнал о возгорании поступил пожарным. Исходя из того, что из окон второго этажа было открытое горение, начальник караула объявил пожару ранг номер 2. В здании старой постройки имеются пустоты в перекрытиях и перегородках. Пожар начал распространяться в перекрытиях и перегородках. Но мы подали воздушно-механическую пену, воду со смачивателем. Тушили очень быстро, на счету каждая секунда. Ведь историческое здание и само по себе бесценно. Что уж говорить о его залах, старинных инструментах и нотной библиотеке, где хранятся подлинные партитуры Чайковского и Римского Корсакова. В здании в тот момент находились 35 человек. Пожарные вывели людей и обошлось без пострадавших. О причинах возгорания говорить пока рано. Их устанавливают, но первые предположения уже появились. Или это брошенный окурок, или это кто-то сделал нарочно. Два варианта может быть. Потому что ремонт работы ночью проводить, но вряд ли. Еще есть версии, что причиной возгорания стало короткое замыкание или нарушение во время ремонтных работ. Как уже заявил один из самых выдающихся учеников консерватории и член жюри конкурса имени Чайковского Денис Мацуев, пожар не помешает проведению этого крупнейшего международного музыкального смотра. Елизавета Родина, ТВ-центр. Авиакатастрофа в Индонезии. Военно-транспортный самолет «Геркулес» рухнул на жилой квартал в провинции Северная Суматра. При падении лайнер задел гостиницу, несколько домов и автомобилей. Жертвами крушения стали по меньшей мере 30 человек, в том числе и те, кто находился на земле. Не исключено, что число погибших может увеличиваться. Сейчас спасатели, прибывшие на место происшествия, ведут разбор завалов. ВВС Индонезии подтвердили факт крушения, однако точных цифр не раскрывают. По некоторым данным, в салоне самолета находились 12 человек. Известно, что лайнер упал почти сразу после взлета. Начато расследование. Этой ночью в столице Йемена прогремел взрыв. Жертвами теракта стали 28 человек, 35 пострадали. В основном это женщины и дети. Все они доставлены в ближайшие клиники. Ответственность за произошедшее уже взяла на себя группировка Исламского государства. Боевики заложили взрывное устройство в автомобиль, припаркованный около военного госпиталя. Целью террористов были лидеры группы повстанцев-хуасситов, которые в момент взрыва находились в здании.